Друзья мои, согласитесь, что кинуть пару спойлеров о предстоящих выпусках это совсем даже не страшно, а может быть даже и хорошо. Так, что мы видим? Я очень прошу вас не ругаться, друзья, но сегодня опять прачечная комната, но зато я о ней кое-что вам полезного сейчас расскажу. Я ни минуты не уделял внимания тому, для чего она и как она будет работать и что в ней будет находиться. Сегодня я расскажу вам об этом и обещаю, сегодня не будет пасеки, как вы и мечтали. Но тут двоякое мнение, кто-то наоборот говорит, надо пасеку, кто-то говорит пасеку не надо. И я не знаю, куда мне идти, давать вам видосы про пасеку, не снимать их. Короче, в этом ролике ее не будет, обещаю, она будет кое-что интересное и вам это понравится. Итак, прачечная комната. Для того, чтобы мне начать рассказы о ней, мне нужно подняться на два этажа выше, максимально высоко. И вот именно здесь и начинается вся история прачечной комнаты. Мы сейчас с вами находимся на втором этаже нашего небольшого домика. Как я уже и говорил, я хочу сделать умный дом. Опять напомню ту самую фразу, которую я говорю очень часто в своих роликах. Это про кнопочную старость и про 74 года, которые мне когда-нибудь стукнет. Так вот, в свои 74 года, поднявшись все-таки на второй этаж в свою спальню, дряхлый старикашка, ну на самом деле спортивный парень, потому что я скоро планирую начать бегать и привести себя наконец-то в порядок. Поднимаясь на свой второй этаж, заходя в ванную, я хочу положить в корзину грязные вещи. Для этого я просто буду открывать такую штуку или в каком-то другом исполнении это будет, бросать их и они будут опускаться ровно в прачечную комнату. Может быть здесь будет лифт, я пока не знаю. Это мы еще решим. Сейчас кто-то из вас скажет, так а смысл, а потом это все же надо поднять наверх. Разумеется, это придется поднять наверх, но это все будет уже сухое, потому что и сушиться это будет тоже в прачечной комнате. Вы мне подсказки давали по поводу сушильных аппаратов и так далее. Тут есть сложности определенные, я в принципе не секу, как эта штука работает и наверное будет сушилка на основе простых бельевых каких-то направляющих. Об этом я вам расскажу в подвале. Итак, вот эта шахта опускается через оба санузла и опускается в прачечную комнату. Здесь же будет проходить вся система вентиляции, водоснабжения и отопления дома. То есть через эту стратегическую шахту мы хотим питать весь дом хорошим воздухом, теплой, горячей и холодной водой и собственно говоря остатки использовать для сброса белья. Рассказывать, что в этой комнате будет я уже не буду, потому что есть видос, по которому вы можете все это дело посмотреть. Так, ну а мы идем дальше в промежуточный санузел, который находится на первом этаже. А, красота! И здесь, как вы видите, тоже есть шахта, только она немножко смещена, это даже хорошо. И белье, падая оттуда, будет пролетать эту комнату и падать прямо в прачку. А в прачке уже будет находиться у нас машинки и там же будут теплые полы, которые будут подогревать ее. И там же все это дело будет сохнуть. Я буду очень много внимания уделять вентиляции этого дома и соответственно там будет хороший воздухообмен и все будет работать правильно. Ну а ваши комментарии мне помогут сделать это без косяков. Надо быстренько перекусить и начинаем работу. О, там уже что-то кипит. На этой стене мы с вами расположим потом специальные опускающиеся такие штуковины. Пока я их тоже не придумал. Но на них будет развешиваться белье. И в совокупности с тем, что комната будет теплая, она будет обогреваться и все белье будет сохнуть отлично. Сегодня я скорее всего... Какую? Давайте вот эту стену, да? Эту стену сегодня и забросаем. Я думаю, вам даже рассказывать не стоит, с чего начинается штукатурка. Так, у всех мысль промелькнула, что первое. Правильно. Сначала кромтуем. Наверное, никогда не перестанут твердить о важности смачивания поверхности перед штукатуркой. Все просто. Бетон любит воду, а значит берет ее из любых возможных материалов. Если набросать раствор и не смочить поверхность, то ни о какой адгезии не может быть и речи. В работе с ЦПС перепробовал все дедовские и инновационные варианты. И пришел главные мысли. Как и с пчелами. Раствор реагирует на ваше настроение. Если на душе тоска, то есть смесь на полу. Лично меня на стройке выручает любимая музыка для поднятия настроения. Напишите, что воодушевляет вас. Смотрю и не могу налюбоваться на будущую бойлерную. На нее у меня большие планы. Хватило бы на все место. Многие пишут в комментариях, почему не хопперковш. Отвечу. Гронко, грязно, спорная эффективность. Работать с ковшом одному крайне неудобно. Да и компрессор стоит, как крыло от самолета. Но, наверное, это мои предрассудки. Привык я руками. Как говорится, не жили богато, нечего и привыкать. Еще бы раствор не сползал периодически, вообще работа была бы мечта. Вы тоже не понимаете людей, которые после работы едут домой ложатся на диван и смотреть телевизор? Ааа, счастливые люди. Счастливые люди. Я предполагаю, что у меня сегодня 5 замесов. И эта стенка будет забудчена. Забудчен. Ладно, дам немного постоять, потому что раствор постоянно сваливается. Очень тяжело его удержать на стене. Вот сейчас у меня рухнул кусок. Я пробил он по той стороне. Поэтому сейчас дам раствору немножко полежать, повисеть и сделаю следующий замес. Не хочу, чтобы это все дело сошло. Не, ну минутка грусти-то должна быть в позитивном ролике. Ну, так, капельку. Честно говоря, вот честно положа руку на сердце, эта комната у меня заходит сейчас намного, как сказать, приятней, чем вот первая бильярдная. Потому что я знаю, что после этой комнаты у меня будет бойлерная. А вот бойлерную я хочу отделать прям, очень хочу. Нравится мне она. Много розеток там, ну там интересно действительно, там будет прикольно. Поэтому вот к бойлерной я прям стремлюсь. Не знаю, ребят, сейчас может быть кто-то из вас напишет, что нафига целая комната для прачки и так далее. Комната небольшая, вы знаете сколько? Она где-то метра три с половиной на четыре, наверное. И она такая проходная между бойлерной и бильярдной. Двери будут закрываться, здесь будет тепло, хорошо, вентиляция хорошая. Белье будет сохнуть отлично. Лифт, наверное, будем делать. А, кстати, ребята, небольшой спойлер. Знаете, что я хочу сделать? Провести один свой день, не пчеловодческий, не строительный. Один мой день из моей работы. Короче, полетаем на коптере, я вам о нем расскажу. Меня просили снять небольшой обзор. И расскажу вам о своем рабочем дне. Поэтому, пользуясь случаем, подпишитесь. Те, кто подписан и кому нравится смотреть видосы, нажмите на колокольчик, пожалуйста. И тогда видео будут приходить вам первыми. Ну а я продолжаю. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность зрителям, решившим выступить спонсорами канала, а также всем, кто сделал донат на коптер. Обещаю не подвести и дарить вам качественные интересные серии. Хочу сказать спасибо Денису Червоному, Владимиру Смирнову, нашему зрителю ExDenisible, а также стройнике и остальным самостройщикам за активное участие в жизни канала. Благодаря вашей поддержке канал набирает не только в росте, но и в качестве выпускаемых роликов. Спасибо вам большое, друзья. Казалось бы, я штукатурил уже 300 квадратов, должен быть профессионал в этом. Нет, невозможно его понять. Хоть меня и отговаривали на канале, но я, наверное, попробую все-таки бетон-контакт. А я купил его, он у меня лежит. Раствор падает. Смеркалось. Даже говорить не буду. Это я уже еще скидал. Вот столько просто с земли сейчас поднял. И я люблю штукатурку. Штукатурочка, ты лучшая. Слава богу, тебе осталось две комнаты. Две с половиной. Ну, в общем, когда мы это все сделаем, будет выглядеть вот так. И потом я еще финишечкой затяну. Я весь мокрый. И будет вообще просто супер. Эта комнатка будет у меня. Так, ну что, надо передохнуть. Поэтому пасека... Нет, пасеки не будет сегодня. Вы же сами просили. Классное место рядом с моей пасекой. Смотрите. Тут сейчас будет спуск вообще очень страшный. Смотрите, куда надо спуститься, дочь. Давайте я аккуратно, вы за мной. Так, все аккуратно, дети. Очень аккуратно. Тут просто... Сейчас, смотри, сейчас классный вид будет. Смотри. Сейчас мы находимся с вами всего лишь в 7 километрах от моей пасеки. Вот на таких шикарных местах. Давно здесь не был, но детям пообещал свозить. И вот мы здесь. Прикольно, да? Прикольно. Смотри. Да? Ну что, отдохнули? Продолжаем Я думаю, список дел и испытаний, которые должен пройти каждый мужик в своей жизни Помимо посадки дерева, постройки дома и рождения сына Нужно внести отдельной строкой штукатурку стен На мой взгляд, ничто так не доставляло, как штукатурка за все эти годы стройки Но я благодарен этой работе за те навыки, которые получил в ходе ее выполнения Вот и вторая стена прачечной комнаты приобрела свой достойный вид Впереди отпуск, я чувствую, я здорово отдохну на чистовой шпатлевке этих стен Стало здорово, сейчас уберу всякие огрехи, которые остались И все, стена засыхает После чего я сделаю финишную вытяжку Последнюю уже, прям красоту, но не сегодня Позвонил друг, сейчас приезжает ко мне в гости, надо встретить Я рад, сейчас баньку затоплю Посидим, пообщаемся Друзья, хочу сделать небольшой спойлер Я их сегодня уже надел, наверное, море Но следующие выходные начинаю работать по отмостке Не успею, позже доделаю Но отмостка сейчас очень важна Потому что последние теплые уличные дни И надо ее допинывать Так что, друзья, то, о чем кто-то мечтал То, чего кто-то хотел То, чего кто-то боялся Все за следующей недели Сейчас завожу ППС, завожу арматуру Завожу песок, гравий, цемент Все это дело буду сейчас завозить И в следующие выходные начинаем грандиозную работу По правильной отмостке и утеплению цокольного этажа Я был рад вас всех видеть До скорых встреч Увидимся с вами прям вот буквально Скоро-скоро Пока-пока И всем добра и удачи на стройке Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok